Добрый вечер. Друзья, рады приветствовать вас. Гагарин Гриль. Концепция родилась... Когда первый раз мы увидели место, которое нам подарили организаторы, мы вернулись в тех вам недоумение. Мы вроде как... Сейчас. Наше недоумение было примерно таким же. Не слышно? Не слышно, да? Просто громче говори. Громче, да? О, окей. Итак. Концепция Дандарин Гриль. Родилась не случайно. Мы получили исходные данные. Сейчас будет отлично видно. Мы получили помещение не в центре города Одессы. С размером 720 квадратных метров на втором этаже. 21-го этажного гостиничного комплекса. Который, как рассказали нам местные жители Одессы, в течение 20 лет простоял в качестве недостроя. Не имеющий отдельного выхода, не имеющий пешеходного трафика. Вроде как район Аркадия, да? То есть мы вроде должны были получить уникальную возможность забрать рядом с собой достаточно серьезный трафик, да? Утешествующий в район Аркадия. Но, посмотрев вокруг, осознали, что на самом деле, кроме 256 номеров преимущества, вроде бы, как и ничего не имеют. Более того, рядом с данным объектом планируется в течение трех лет строительная площадка крупного торгового центра. Поэтому мы не имеем панорамного вида, имеем громадное помещение и не имеем пешеходного трафика. Поэтому мы решили создать уникальную атмосферу и чем другим понимать, что заманить туда людей у нас не получится. На кого мы рассчитываем? Безусловно, мы рассчитываем на гостей гостиницы, да? Причем мы абсолютно считаем, что... Как бы предполагаем, что наш проект абсолютно безрисковый. Просчитав среднюю заполняясь, мы осознали, что постояльцы гостиницы 256 номеров с учетом сезонности принесут нам определенный доход, позволяющий каждую гривну дополнительно заработанную получить в чистом виде в качестве дохода. Безусловно, одесситы, жители близлежащих домов. Рядом с этим местом, к счастью, находится элитная недвижимость и мы получаем определенный контингент местных жителей, которые должны где-то тусоваться. Мы надеемся, что это будет, безусловно, Гагарин-Грифт. Мы получили место, рядом с которым находится пять основных одесских вузов. Нам стало немножко поспокойнее, то есть есть толпа людей, которые могут создать у нас эту атмосферу и прийти к нам. Ну, безусловно, женщины-домохозяйки, жители близлежащих домов, они входят в состав, безусловно, жителей Одессы. Что мы создаем? Мы создаем понятное, демократичное место, гриль-ресторан с простым и понятным меню. Особенности этого заведения будут, это открытый гриль в зале, контактная барная стойка, небольшие порции, дабы обеспечить демократичное меню, да, и доходность ресторана. Официанты, наши официанты, да, приютные, молодые люди, обеспечивающие атмосферу этого заведения. Мы создаем не просто ресторан, мы делаем место атмосферное, движенческое, где люди могут знакомиться, отдыхать, и создаем некий формат, условно, диджейский, да, четверг, где люди могут прийти, потусоваться, познакомиться, вкусно покушать. Безусловно, мы понимаем, что мы не исключаем для себя возможности организации кейтеринга, кулинарной школы, мастер-класса. Более того, получая гостиничный номерной фонд, 256 номеров, мы не исключаем возможности организации комплексного предложения, да, то, что нам дает данная гостиница, да, это и питание по системе полный пансион, и питание по системе полупансион. Тоже имеет место, вот, понимая, что мы находимся в зоне студенческого пребывания, с 16 до 18 у нас будет уникальная возможность для ребят, студентов, прийти, выпить по коктейльчику, пообщаться, прогулять ленты, все положено. Не исключаем возможность, находясь в 400 метрах от основных пляжей Одессы, мы не исключаем возможность организации неких поп-опов рядом с, на пляже. Безусловно, доставка готовой еды начнем с этого района, района Аркадии, и продажи того, чего мы предполагаем у нас готовить. Это маринованное мясо, маринады, фирменные специи для гриля и так далее. Это организация схемы зала. Прошло прийти внимание на то, что мы зал делим на несколько зон. Это зона лаунч, где мягкая зона находится, это зона бара, круглая контактная барная стойка, это зона обслуживания гостей в левом верхнем углу гостиничного комплекса, которая может быть трансформирована на увеличение посадочных мест вечером. Эта же зона может быть использована при организации питания пансиона, полупансиона, возможностей масса. Это, скажем так, тот атмосферный вариант, который мы планируем создать у нас в заведении. Это демократичное место, это прикольное место, это антураж спокойствия, модного демократичного ресторанчика. Как я уже говорила, мы не планируем заморачиваться, мы не создаем новую культуру питания, мы всего лишь используем то, что в нашем государстве доступно и понятно для наших гостей. Я хочу обратить внимание на среднюю ценовую категорию холодных закусок и небольшие... Гриль-салаты, который формируется... У нас будет стоять в зале открытый гриль, хостер, люди могут наблюдать за процессом приготовления пищи, общаться, выпивать на барной стойке, соответственно, выходы небольшие, цена понятная, есть база для салатов и наполнение от них. Безусловно, мы можем отказать себе в удовольствии готовить супы, есть определенные фишки, выходы небольшие и основной гриль-меню, которое предполагает, что гости видят процесс приготовления и подачи. Ценовая категория тоже небольшая и это нам дает возможность держаться на плаву и доставить алиситов приехать именно в это место. Не можем отказать себе удовольствия и использовать мощности, которые нам в базовых условиях были поданы. У нас есть и газ, и электричество в достаточно количестве и производственной мощности, поэтому наше меню будет присутствовать в окне. Ну, куда же мы без бургеров? Все-таки студенты, все-таки модно, все-таки удобно, возможность есть. Мы готовим основы для бургеров на открытом же гриле, в зале, поэтому есть фишки у нас там. Бургеры для девочек, мини, да, есть фишки для мальчиков. Десерты обязательная составляющая нашего меню. Присутствуют. Барная карта. Барная карта. Ну, безусловно, на стойке собственного производства, на груши, на перцы, на вишни, на таркуни, на клюкве, все варианты возможных настройок. 15-20 классических коктейлей, разнообразное вино в третьей ценовой категории. Мы понимаем, что мы в Украине, у нас есть достаточно количество национальных производителей, поэтому зарабатываем деньги на то, что есть в Украине, есть предложение и портного вина с небольшой наценкой. Много пустого пива, сидора и кваса. Обязательно. Что касается денег. Денег мы планируем потратить, 3 миллиона 210 тысяч гривен. Я, как я уже говорила ранее, почему мы претендуем на безрисковый проект, ввиду того, что операционные расходы полностью покрываются доходами от завтра. То есть мы сегодня получаем генерирую доходы от основного бизнеса без привлечения дополнительных ресурсов. Мы спланировали среднюю загрузку гостиничного комплекса, достаточно понятную на уровне 50% среднего и исходя из этого получили доходы от гостиничных завтраков. То есть они фактически перекрывают основной бизнес. Что касается доходов от операционной деятельности, у нас 185 посадочных мест в ресторане. мы планируем минимальную загрузку в размере 50% со средним чеком 150 гривен. То есть это место должно быть движенческим для студентов, для молодых людей, для людей, которые живут рядом. Должно будет, выложили, вот как бы, на всякий случай, мало ли, что завтра будет. Период окупаемости год, ежегодная прибыль 3 миллиона 150 тысяч гривен, достаточно быстро окупается, это было в аэропроект, поэтому встречаемся. Окей? Это было. Спасибо.